Единая Россия Дружба народов Рязань посетила делегация из Китая Рязанец Михаил Храмов стал чемпионом СНГ по кикбоксингу Теперь обо всем подробнее 3 июля в Рязанском дворце молодежи прошла 24 конференция регионального отделения партии Единая Россия Главными вопросами повестки дня стали принятие решений об участии Единой России В кампании по выборам депутатов Рязанской областной думы 6 созыва И выдвижение списков кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным округам 26 июня на заседании регионального полицовета уже был сформирован список кандидатов в депутаты Более подробно в материале Глеба Галушкина В работе 24 конференции Рязанского регионального отделения партии Единая Россия Приняли участие почти полторы сотни делегатов и свыше 200 гостей Основным вопросом в повестке дня стало принятие решения об участии партии в кампании по выборам депутатов областной думы 6 созыва И удверждение списка кандидатов Глава региона Олег Ковалев подвел итоги деятельности единороссов Он отметил уверенные социально-экономические темпы, с которыми развивается Рязанская область Но по словам Ковалева, чтобы продолжить позитивные преобразования в новом созыве законодательного собрания Нужна грамотная и сплоченная команда профессионалов Мы понимаем, что работать предстоит в непростых условиях Но я уверен в том, что мы справимся Вместе обеспечим политическую и экономическую стабильность Сохраним то, что достигнуто И будем двигаться вперед Список кандидатов в депутаты Рязанской областной думы 6 созыва от Единой России Состоит из общерегиональной части и внутрирегиональных групп Всего региональное отделение выдвинуло 57 кандидатов Причем, как отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин Список сформирован с учетом результатов предварительного партийного голосования Я считаю, что сегодня мы выдвигаем список профессиональных, ответственных, инициативных людей Которые своим долгом считают работу в интересах Рязанского края и жителей Рязанской области Среди социально значимых проектов, которые действуют в Рязанском регионе Есть и областная программа по поддержке малообеспеченных категорий населения забота За три года более 120 тысяч человек получили дисконтные карты Дающие право на скидки при покупке товаров местных производителей Программа себя хорошо зарекомендовала Полгода назад мы вышли к руководству партии Единая Россия Чтобы ее продвигать в область партии Единая Россия И в частности председатель партии Фомин Аркадий Васильевич с удовольствием поддержал нас И вот на данный момент 130 тысяч уже области Сейчас раздаются карточки Напомним, что выборы в Рязанскую областную думу намечены на второе воскресенье сентября То есть на 13 число 2015 года Рязанский госуниверситет посетил и делегации из Китая Ведь именно в этом вузе уже несколько лет действует филиал Института Конфуция Цель визита поделиться знаниями и опытом со студентами А также обсудить дальнейшие взаимодействия между образовательными учреждениями В свете последних событий вопрос дружбы между нашими народами И дальнейшее ее налаживание очень и очень актуален В программе визита встреча с руководством университета Обмен опытом и обсуждение перспектив развития профессиональных молодежных проектов Между Китаем и Россией За годы такого сотрудничества в Китае побывали 250 рязанских студентов Я ездила на месяц в город Чанчунь У нас была стажировка летняя Мне очень понравилось в Чанчуне Очень интересная культура китайская У нас было обучение, нас учили Китайской живописи, китайской литературе Я училась в Пекинском институте, университете коммуникаций В этот период, естественно, я бралась очень много опыта Я сдала международный экзамен по китайскому языку, подтвердила свой уровень В составе китайской делегации представители общественных организаций Бизнеса, науки, медицины А также высокопоставленные представители Всекитайской Федерации Молодежи Мы приехали сюда, чтобы укрепить традиционную дружбу между нашими двумя странами И чтобы развивать нашу дружбу Проводником китайского языка в Рязани является Институт Конфуция при РГУ Его по праву называют «Мостомы между двумя народами» Наша основная задача – это развивать наше партнерство с Китайской Народной Республикой И, естественно, это партнерство может лежать как в развитии различных образовательных программ Так и культурных программ И, наверное, одной из целей является привлечение китайских студентов в РГУ имени Есенина Активисты из Поднебесной пробудут в Рязани всего два дня Сегодня они ознакомятся с работой ВУЗа, а также Министерством Молодежной Политики На завтра запланирована большая культурная программа В пятницу в спортивном центре «Экватор» прошел вечер профессионального кикбоксинга В котором приняла участие большая команда рязанских спортсменов В главном бою этого вечера разыгрывался титул чемпиона стран СНГ по кикбоксингу среди профессионалов Наши ребята не ударили в грязь лицом И чемпионом стал наш земляк Михаил Храмов Подробности узнаете из следующего сюжета Профессиональный турнир по кикбоксингу прошел в уютном зале спорткомплекса «Экватор» Что в московском микрорайоне В рамках вечера организованного Федерацией кикбоксинга России Состоялись шесть рейтинговых поединков И бой за звание чемпиона СНГ в категории до 81 килограмма Надо сказать, что во всех поединках принимали участие рязанские бойцы Из спортшколы «Золотые купола» Турнир сам профессиональный Название «Золотые купола» Рязанский кикбоксинг растет Как и раньше был очень хороший Так и сейчас Помимо профессиональных поединков Которые проходят сейчас Спортсмены очень хорошие результаты показывают на любительской арене Кстати, для многих молодых кикбоксеров Вышедших на ринг в прошлую пятницу Эти поединки стали дебютом на профессиональном ринге Все покажет ринг, покажут бои Мы очень хорошо готовились И повторяю, что будем надеяться, что наши спортсмены выступят достойно Нам очень приятно, что нам люди в столь сложное время Помогают, уделяют внимание в поездках, сборах, соревнованиях Это и группа компаний «Единство», группа компаний «Автоимпорт», «Роспродукт», «Огская птицефабрика» Поэтому мы очень сильно благодарны этим людям Группа компаний «Автоимпорт» — это вообще социально ориентированная компания Мы всегда стараемся поддержать разные спортивные мероприятия Почему бокс? Мы очень похожи Серьезный мужской вид спорта Главным боем вечера стал поединок за звание чемпиона СНГ по гикбоксингу Среди профессионалов в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком В весовой категории до 81 килограмма В нем встречались рязанец Михаил Храмов и боец из Узбекистана Тахир Кадырбаев Поединок продлился недолго Уже на второй минуте первого раунда Михаил мощным левым боковым ударом по печени Заставил соперника опуститься на колено И после 10-ти секундного отчета рефери Рязанец стал чемпионом СНГ по гикбоксингу среди профессионалов В наш город с гастролями приехал цирк «Сафари» Своей программой артисты приятно удивили даже самых искушенных зрителей Особенностью цирка «Шапито» являются его главные герои Экзотические животные, среди которых бенгальские тигры, кенгуру и даже бегемот Огромный африканский носорог, который послушно выполняет команды дрессировщика Боксерский ринг, где один из спортсменов кенгуру Веселые собачки, вызвавшие шквал рукоплесканий у переполненного зала Воздушная гимнастка, словно птица парящая под куполом Клон пингви, над которым смеялись и дети, и взрослые И, конечно, царственные тигры Сложно поверить, что все это передвижной цирк «Шапито» То, что мы приехали, это совместный труд и директора рязанского цирка И наш труд, тем более, что мы являемся, частично являемся Кто-то представители цирка Никулина, кто-то представители Росгус цирка Кто-то приват-артисты Поэтому здесь такой микс, микс профессиональных, именно профессиональных людей Которые собрались, чтобы не дать Рязани отвыкнуть от цирка, именно профессионального цирка Яркие костюмы, изящная хореография, номера, погружающие в атмосферу сказочного путешествия по существующим и несуществующим странам Именно волшебная атмосфера и легкость, за которой стоит титанический труд, вот что отличает истинное цирковое искусство Для Шапито эта программа не совсем обычная, потому что Шапито это стандартный набор Это силовые жонглеры, какие-нибудь там пару-тройку животных и на этом все И когда зрители к нам приходят, первую неделю приходят те, которые именно ходят в цирке Шапито А вот уже в следующую неделю приходят действительно зрители, которые ценят и понимают именно творчество и действительно искусство И вот мы старались, перейдя в цирк Шапито, сохранить именно суть циркового искусства Молодые, но именитые артисты приехали, чтобы показать в Рязани номера, которые покорили мировую арену Анастасия стала золотой медалисткой фестиваля в Монако и получила свою награду из рук самой принцессы Анастасия изящно и непринужденно выполняет сложнейшие трюки без уздечки, что называется на голой лошади Они никогда не врут, им не зачем это делать, они живут чисто природой и в этом они просты Если ты знаешь их язык тела и если ты прост с ними в общении и они тебя понимают, вы горы свернете А этот номер готовился с 2000 года, свет он увидел в 2002 С ним артисты завоевали золото на фестивале в Монте-Карло, а теперь предстали перед рязанскими зрителями Каждый человек может что угодно, просто он об этом не знает Меня с детства так поставили на это и сказали, вот учись Я учился постепенно, постепенно, не все сразу получалось, но все приходит с опытом В завершение представления цирковые артисты приготовили сюрприз – настоящий фейерверк Рязанские зрители могут успеть на цирк-сафари до 19 июля Закрытое акционерное общество «Видиком Медиа» – один из крупнейших кабельных операторов в городе – проводит лотерею для своих клиентов Любой желающий может принять в ней участие и стать обладателем ценных призов от компании Об условиях лотереи вы сможете узнать в следующем сюжете Телевидение и интернет в наше время – вещи настолько привычные, что трудно себе представить, что когда-то обходились без них Телекоммуникационные компании наперебой предлагают свои услуги И от того, какого именно провайдера вы выберете, напрямую зависит, насколько приятным окажется для вас досу в компании любимого телевизора или компьютера Приблизить рязанцев к будущему – вот над какой задачей работает уже многие годы сеть «Видиком» Единственный полностью рязанский оператор всегда заботится о своих клиентах И дело не только в предоставлении высокотехнологичных качественных услуг «Видиком» напрямую работает с каналами-партнерами, один из которых – компания «Виосад», предоставляющая полную линейку своих каналов Таких как «ТВ-1000», «Эксплор», «Русское кино», «ТВ-1000 экшен», «Хистери», «Спорт», «Нейчер» «Виосад» – это ведущий медиахолдинг, деятельность которого охватывает четыре континента и включает в себя предприятия в сфере эфирного и кабельного телевидения, радиовещания и программного производства А с 6 июля по 9 августа оператор связи «Видиком» и группа компании «Виосад» проводят беспроигрышную лотерею Участвуйте в игре «Полярные летчики» и каждую неделю выигрывайте крутые призы от телеканала «Виосад Эксплор» Участник, который покажет наилучший результат по итогам недели, получит радиоуправляемый вертолет Участникам со вторым и третьим результатом достанется набор полярного летчика Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо зайти на сайт игры и зарегистрироваться через социальные сети ВКонтакте или Фейсбук Провести полет на самолете согласно условиям игры А после завершения игры ввести свои контактные данные и номер договора на услуги кабельного ТВ-видикон Нажать кнопку «Принять участие в розыгрыше» и ваш результат попадет в список участников Не упустите возможность стать обладателем ценного подарка И, конечно, поторопитесь, количество призов ограничено 6 июля празднуется Всемирный день поцелуев Этот праздник относительно молодой, но уже обрел популярность во многих странах мира Это один из самых романтичных праздников, и отмечать его принято ярко и весело Ну а главная традиция этого дня, конечно же, поцелуй Знают ли наши горожане, что сегодня за день? Выяснил это Роман Дворецков Родиной Всемирного дня поцелуев по праву считается Великобритания И именно на берегах Туманного Альбиона в конце 19 века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник, как одно из проявлений любви Сегодня Всемирный день поцелуев, вы вообще как будете отмечать его? Нет Как праздновать? Нет, не будете? Нет А почему так будет? Не знаю Буду, может быть Ребят, какой сегодня праздник? Кто не знает? Сегодня? Нет Сегодня Всемирный день поцелуев, вы как вообще будете отмечать его? Праздновать с кем-то? Не знаю, может быть Есть только в щечку Не с кем его отмечать А почему так плохо? Разогнала всех В конце 20 века из-за любви к поцелуям праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного Ученые утверждают, что во время поцелуев в организме человека вырабатываются гормоны счастья Считается, что любители целоваться меньше страдают от стресса и болезней Так что целуйтесь на здоровье На сегодня это все новости Далее смотрите программу подробностей Гостем нашей студии стал Самир Гараев, руководитель Рязанского центра о медиации и права Он помогает рязанцам улаживать споры и находить пути выхода из сложившихся ситуаций Кроме того, Самир Гараев ведет активную общественно-политическую деятельность И по совместительству является руководителем Всероссийского азербайджанского конгресса в Рязани А мы с вами скоро увидимся Смотрите нас на рязанских кабельных Всего доброго Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин